Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Речи Господь своим учеником. Си заповедую вам, да любите друг друга. Аще мир вас ненавидит, видите, як о мене прежде вас возненавиди. Аще от мира бысти были, мир уба све любил бы. Як уж от мира нести, но ос избрах ват мира, сегураде ненавидит вас мир. Поминайте слова же озрех вам, нести раб боли Господа своего. Аще мене изгнаши и вас изженут, аще слова мои соблюдоши и ваши соблюдут. Но ся все творят вам за имя мае, як и невидят пославши гумя. Аще небых пришел и глагол им, греха небыше имели. Ныне же извинения не имут о гресе своим. Ненавиди мене, и отца моего ненавидит. Аще дел небых сотворил в них, их же им никто же сотвори, греха небыше имели. Ныне же и видиша, и возненавидиши мене, и отца моего. Но да сбудется слово, писанное в законе их, як и возненавидиши мятуне. Игда же придет утешитель, и гужа спаслю вам от отца дух истины, иже от отца исходит, то и свидетельствует о мне. И вы же свидетельствуйте, як искани со мной исти. Вся глаголах вам да не соблазнитесь, от сонмища жденут вы. Но придет час, да всяк, ежубеет вы, мниться службу приносите Богу. Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры! Сегодня суббота, 25 мая. Мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, 15 главу с 17 стиха по 2 стих главы 16. И сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, надемте в ангельские строки и послушаем, как они звучат. Сказал Господь своим ученикам, «Се заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира. Потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. «Если бы я не пришел и не говорил им, то они имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то они имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от отца, дух истины, который от отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий меня, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Вот такие евангельские строки сегодняшний день мы с вами слышим. Господь общается с учениками своими. Общается и укрепляет души их. Вот этим разговором, вот этим словом. Ведь исходя из евангельского приствования, мы видим, что спаситель предупреждает о том, что будет после его разлуки с ними, после его воскресения, после вознесения. Апостолы должны будут продолжать дело Христа на земле. Появляется Церковь Христова, задача у которой свидетельствовать миру о правде, свидетельствовать миру о пришедшем в мир Спасителе. То, что пока сего приблизилось Царство Небесное, свидетельствовать миру о правде, обличать зло. То есть являть где добро, а где зло, где грех, а где жизнь в Боге. И, конечно же, как мы это вообще в жизни видим, правда она зачастую воспринимается миром крайне болезненно. Мир, лежащий в тьме, ненавидит свет, ненавидит правду. Всякий человек, живущий по правде, он всегда будет гоним. Потому что его жизнь, она обличает пороки и недостатки окружающего мира. Мир здесь, конечно, в понимании, это то общество людей, живущих по закону греха. Вот Господь говорит ученикам, «Заповедую вам, да любите друг друга». Вот эта заповедь касается каждого из нас. Все мы христиане должны жить в любви друг к другу. Для чего это нужно? Во-первых, любовь здесь не просто как чувство какое-то, чувство нежности, какой-то ласковости друг к другу. Нет. Вместе вот эта вот жертвенность, милосердие, сострадание, желание и готовность всегда помочь друг другу, как самому себе. Без этого прожить невозможно. Спаситель говорит, что вот среди вот этих гонений, которые всегда будут касаться церкви, только взаимная любовь членов её может сохранить их, держать их вместе. Дьявол, он всегда пытается разобщать людей, разъединять и рассеивать. Через явную какую-то вражду непризнение, через какие-то страсти, через грехи, когда человеческие сердца потом становятся неспособными быть вместе. Но дьявол вот это делает. А воля Божия в том, чтобы мы вместе были. И как раз вот главным свидетельством христиан о своём Учителе, о пришедшем в мир Сыне Божьем, является то, что не имеет любовь между собой. Вот Господь говорит, что любите друг друга. Любите, потому что это даст вам возможность выстоять среди вот этих гонений. А дальше говорит, если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас не возненавидел. То здесь как бы есть некое утешение в словах, что если вы мученики, значит, вы должны всегда быть вместе со мной. И для вас должно быть утешением то, что к вам относятся точно так же, как относятся к вашему Учителю. Потому что это и есть свидетельство вашей верности Ему. Ведь действительно, ведь так всегда бывает и в жизни. Что каков Учитель, такие ученики, отношение к нему, такое отношение к ним. И для них хорошо, когда они вместе со своим Учителем. Так вот и здесь. Меня прежде вас возненавидели. Так и к вам такое же отношение. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. То есть любил бы вас. Либо вы жили по законам греха. Точно так же, как живут большинство окружающих людей. Вас бы воспринимали как своих. К вам бы не было никаких вопросов, претензий. Но так как вы не от мира, имеется в виду не то, что вы теперь люди какого-то другого сорта, что вы люди другого качества. Вы люди, живущие по воле Божьей, по закону Божьей. Конечно, мир чувствует в вас чужаков, чувствует в вас что-то другое. Это в каком-то такое отношение. Я избрал вас от мира, избрал вас своими словами, своими делами, избрал вас той благодати, которая дается вам. Отсюда и получается ненавидеть вас в мир. Помните слово, которое сказал вам, раб не больше господина своего. Но здесь опять же, как учитель и ученик, так же и раб, и господин. То есть отношение к господину, оно как раз и проявляет еще отношение к рабам моего. Так вот и у вас. То есть вы как рабы мои, я Господь ваш. Так вот, вы не больше меня в том плане, что если ко мне так относятся, то и к вам так же относятся. Он дальше к Спасителям это открывает. Говорит, что если меня гнали, будут гнать и вас. Потому что вы мои. Если вы станете не мои, то тогда мир от вас отступится. И дьявол не будет бороться с вами. Если мы слово соблюдали, будут соблюдать и ваши, имеется в виду, соблюдали, как прислушивались для того, чтобы найти в этих словах моих какую-то ложь, лукавство. Помните, как поступали фарисеи, книжники, как пытались превратно истолковать слова Христа, обвинять его потом за что-то. Так вот Господь говорит, не удивляйтесь, если к вам будет относиться так же. Если вас же слово будет перевирать, как-то по-другому истолковывать, пытаясь посрамить вас, да, очернить имя ваше. Так вот, вы особо не переживайте даже, особо не удивляйтесь, потому что это тоже, опять же, есть продолжение отношения ко мне, через отношение к вам. Всё то сделают вам за имя моё. Вот да, вот опять же, то, что вы мои, вы христиане. Из-за этого к вам так относятся. А почему он так делает? Потому что не знает пославшего меня. Тут имеется в виду, вот опять же, отношение иудеев к Христу и к ученикам моего. Ведь иудеи себя считали народным богоизбранным, людьми, владеющими правильной истинной верой. Людьми, которые живут правильно. Вот так вот они относились к себе. И отсюда всё, что не укладывалось в рамки их понимания, вот какой-то жизни такой вот, правильной или праведной, воспринималось ими как ложь, как лукавство, как что-то противное Богу. Вот Спаситель говорит, что они не знают, на самом деле, пославшего меня, они не знают того, Бога, на которого они уповают, на которого они надеются. А почему? Потому что, опять же, какие ценности для себя иудеи определяют? Чему учили фарисеи? Где там были слова любви, сострадания, милосердия, опрощения, покаяния? Не было ничего такого. Вот получается, что вроде бы называют себя народом богоизбранным, но к богу тому не идут, и бога того не слушают. То есть не знают, послашивая меня. Если бы я не пришёл, не говорил им, то не имели бы греха. Ну, тут имеются в виду вот эти слова проповеди, слова благодати, те явления силы Божьей, которые Господь постоянно являл, те чудеса, то исцеление больных, те изгнание бесов. И вот Спаситель говорит, что если бы этого не было, то они не имели бы греха. А тогда, ну вот этого греха, что ли, борьбы со мной. Но ведь они всё это дело видели. Видели, слышали, всё это на их глазах происходило, и все действительно не имеют извинения в грехе своём. То есть чем они оправдаются? Всё им было явлено. И всё их сопротивление Христу было основано лишь только на зависти, лишь только на нежелании принять это и смириться. «Ненавидящий меня ненавидит отца моего». Вот эти слова, как некое устрашение уйдеям, чтобы они убоялись. «Если бы я не стверил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь видели и возненавидели и меня, и отца моего». Вот опять же здесь уравнение себя с отцом. То, что Господь являл в мире, это явление силы и воли Божьей. Вот получается, уйдея, не желая верить во Христа, они тем самым отказываются и от пославшего его отца. «Сбудется слово, написанное в законе, у них возненавидели меня напрасно». Дальше снова слова к апостолам. «Когда же придут тешители», здесь имеется в виду Дух Святой, «которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит». Здесь указываются некие свойства, что Сын может посылать Бога Отца, но здесь указываются ещё на свойства природные, ипостасные, Третьего лица Святого Троицы, Бога Духа Святого, то есть он от Отца исходит. Он будет свидетельствовать о мне. То есть он придёт и не скажет что-то противоположное, он как раз и подтвердит, когда придёт, вот все слова, которые я говорил вам здесь сейчас. А также вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мной. Но свидетельствовать чем? Святостью жизни, теми чудесами, которые апостолы совершали. Всё это есть доказательство того, что они в благодати Божьей находятся, что они Богу верны, то, что ошибки не произошло. «Я сказал вам, чтобы вы не соблазнились». Но здесь под соблазном подразумевается некий страх, некое возмущение от вида того, что происходит, некое сомнение, что ли. Вот Господь предупреждает, что всё это будет, но не соблазняйтесь. Ваше дело быть верными и стойкими. «Изгонит вас в синагог, и даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». Ну что, в общем-то, оно и произошло, потому что апостолов в большинстве своём убили за их дело проповедь. То есть почти что все, кроме Иоанна Богослова, приняли мученический венец. Вот такое Евангелие сегодня мы с вами прочли, братья и сёстры. Читали мы Евангелие от Иоанна, главу 15-17 стиха, по 27-й стих и первых два стиха, главы 16-й. «Христос воскресе!» Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!